Здравствуйте! В эфире программа «Место происшествия». Каждый день я и мои коллеги рассказываем вам о главных происшествиях области и города. В студии Татьяна Караханова. Смотрите в нашем выпуске. На главном ехали, и вот молодой человек думал, что я уступаю, а я вообще не думал, что уступаю. Вот получилось все, что получил. Авария за аварией. Бум ДТФ в Калининградской области. В 20 часа ночи сигнализация сработала, охранник выбежал, дым бис под капотом. Я так понимаю, это результат охраны. Взрывы во дворе жилого дома на улице Суворова подорвали джип и сожгли Тойоту. Где закон? Я возмущен. Где закон? Где справедливость? К нему пришли его убивать, а как должен был поступить другой ребенок? Межрасовая резня или самооборона? В Калининграде судят чеченцы за убийство. Не убияйте, не убияйте, никого не убежайте. Моя семья, мои правила семейной разборки в Калининграде. Советский проспект становится самым аварийным участком в городе. Ночью там произошло серьезное ДТП. Мерседес врезался сразу в два автомобиля, а через несколько часов на этом же месте не смогли разъехаться фургон и форт. Более подробно о происшествиях на дороге в первом материале нашего выпуска. Авария произошла примерно в час ночи на Советском проспекте. Водитель Мерседеса врезался сразу в две припаркованные машины. По словам очевидцев, водитель, двигаясь на высокой скорости, не справился с управлением и врезался в стоящую обочину Ауди. После столкновения Ауди выбросило на тротуар. Мерседес же после этого врезался в еще один автомобиль, стоявший рядом такси Шкода. По предварительным данным, 21-летний водитель Мерседеса, а также пассажир, находились в состоянии алкогольного опьянения. Уже днем практически на том же месте столкнулись автомобиль «Форт» и грузовой фургон. По словам водителя Легковушки, он просто не посмотрел на знаки приоритета на дороге. На главном ехали, и вот молодой человек думал, что я уступаю, а я вообще не думал, что уступаю. Вот получилось все, что получилось. Из людей никто не пострадал. Госавтоинспекция убедительно просит всех водителей быть предельно внимательными за рулем. За три месяца на дорогах области погибло уже 40 человек. Татьяна Караханова, Максим Корничук, специально для места происшествия. И в продолжение автомобильной темы. Взрывы во дворе дома на улице Суворова в 2 часа ночи прогремел сильный взрыв. Тротиловую шашку подложили под джип «Хайлендер». А за 20 минут до этого в этом же месте загорелась иномарка. На месте происшествия побывал наш корреспондент Илья Ишутин. Обгоревшая иномарка до сих пор стоит во дворе дома по улице Суворова. Поздно ночью 18 апреля из-под капота автомобиля пошел дым. Охранник, который был неподалеку, кинулся тушить автомобиль. Но огнетушитель не сработал. Когда понял, что сам не справится, вызвал пожарных. В 2 часа ночи сигнализация сработала, охранник вырежал. Дымит под капотом. Огнетушитель. А здесь у вас свой, да, есть? Пустой уже. В результате двухдверный джип выгорел основательно. Восстановлению автомобиль уже не подлежит. Но на этом происшествия не закончились. Через 20 минут на соседней парковке прогремел взрыв. Злоумышленник подложил взрывчатку под переднее колесо «Тойоты «Хайлендер». Возможно, это был тротил. Известно, что автомобиль должен был днем отправиться на продажу в Санкт-Петербург. Жители прилегающих домов еще спали, поэтому не сразу поняли, что произошло. Некоторые из них винят в произошедшем охрану. Я посмотрел в окно, у меня окна выходят на другую сторону, поэтому поглядел, может быть, думал, что-то взорвалось или пожар какой, не знаю, и все, в принципе. Ну, вообще-то район спокойный, такого я тут не слышал, чтобы даже, ну, чтобы даже там скрывали, залезали. Но это, я так понимаю, это результат охраны. Сейчас сотрудники полиции опрашивают очевидцев и хозяев автомобилей. Уже известно, что один из владельцев взорванных машин является генеральным директором крупной автомобильной фирмы. За одну ночь в этом дворе сгорело два автомобиля. Следствие пока не торопится объединять оба происшествия в одно дело, но местным жителям верится с трудом в подобные совпадения. Илья Ишутин, Андрей Шелест. Специально для места происшествия. Стихийный пикет у Центрального суда. 18 апреля у здания собралась толпа молодых людей. С плакатами в руках все требовали справедливости. Причина возмущения – срок, который дали уроженцу Чечни за убийство человека. Напомним, трагедия произошла в конце прошлого года. Ссора между приятелями переросла в драку. В итоге один из товарищей погиб. Сейчас эта история приобретает окрас национальной вражды. Продолжит Ирина Минякова. Два года условно за убийство приятеля. Именно такой срок гордит Адаму Синюхаеву. Он нанес три ножевых ранения Дмитрию Тужикову. Удары оказались смертельными. Парень скончался по дороге в больницу. Подсудимые с жертвой были знакомы еще со школы. Собравшиеся на пикет общие друзья погибшего и подсудимого. Все они учились в одной школе. Теперь их вместе свели стены Центрального суда. Запрашивают ему два года условно. Я против этого? Где закон? Я возмущен. Где закон? Где справедливость? Статью убийства переделали на превышение пределов необходимой обороны. По данным следствия, Синюхаев лишь защищался от агрессивных товарищей. У погибшего был день рождения. Но лучший друг Адам в тот злополучный день его не поздравил. Когда Дмитрий с приятелями приехал показать свое возмущение, завязалась драка. После удара ножом и трагичный исход в финале. К нему пришли его убивать, а как должен был поступить другой ребенок? Другой человек поступил бы так же, как и Адам. И он переживает о том, что нет у этого человека в живых. Родственники погибшего убиты горем и отказались от комментариев. А вот тетя подсудимого возмущения не скрывала. Ее племянника не просто обвиняют в убийстве, а в настоящей межнациональной резне. Хотя подсудимый уже давно является гражданином России. И при чем здесь урожение в Чечне? Он проживает в Калининграде сколько лет? И россияне. Зачем зацепились за это? Это идет просто, да. Это просто идет стравливание наций. Когда суд вынесет окончательное решение, пока неизвестно. Потерпевшая сторона вновь попросила суд квалифицировать дело по статье убийства. Тогда Адаму Сюнихаеву может грозить до 15 лет лишения свободы. Ирина Минякова, Виталий Сырцов. Специально для места происшествия. Вместо того, чтобы ходить на уроки, школьник из Гусева освоил криминальную профессию. 15-летний подросток продавал марихуану и сам пристрастился к употреблению запрещенных препаратов. Но, как позже выяснилось, ребенка заставили заниматься криминальным делом. В Гусеве арестовали 20-ти и 19-ти летних местных жителей. Они подозреваются в организации продажи наркотиков. Двое молодых людей вовлекли в торговлю марихуаной 15-летнего школьника. Местные жители не только пообещали подростку вознаграждение за продажу, но и научили его курить марихуану. Старшие товарищи готовили наркотики к продаже, расфасовывали, а младший продавал. Сотрудники госнаркоконтроля задержали сначала 15-летнего сбытчика, а затем и организаторов этой группы. Против них возбудили уголовное дело по статье вовлечения несовершеннолетнего в преступную деятельность. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье склонения к потреблению наркотиков. Домашнее насилие процветает в Калининграде. В одном из домов на улице Аллея Смелых разразился семейный скандал. И, как всегда бывает в таких ситуациях, страдают женщины и дети. Полицейским пришлось вмешаться в супружеские взаимоотношения. В квартире чистота и порядок, но даже с виду в такой благополучной семье есть проблемы. Глава семейства имеет пристрастие к алкоголю, а как выпьет, начинает распускать руки. Маленький сын и так имеет проблемы со здоровьем, а после скандалов его состояние значительно ухудшается. Мать была вынуждена вызвать полицию. Вы не бияете, не бияете, никого не бияете. Нет, все нормально. Сколько сегодня вы пили? Ничего я не пил. Мужчина не признал, что деревоца для спокойствия семейства дебоши разобрали в отделение полиции. Татьяна Караханова, Максим Корничук. Специально для места происшествия. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Если именно вы стали свидетелем какого-либо происшествия или сами попали в беду, звоните в нашу редакцию по телефону 91 94 04 или пишите на наш электронный адрес канал 1 собака mail.ru. Также все выпуски программы «Место происшествия» вы можете посмотреть на нашем обновленном сайте. С вами была Татьяна Караханова. Берегите себя и своих близких.